МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда в это время мы говорим о людях и событиях, заслуживающих особого внимания. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Фабрика подкинула проблем. Сибирская губерния банкротится, а ее собственник не спешит сохранить предприятие. Власти Хакасии с этим не согласны. Киловатт выходит в копеечку. Очередное повышение энерготарифов стало поводом для обращения малого и среднего бизнеса в правительство. Новый день в календаре. Республика вместе со всей страной отметила день присоединения Крыма к России. Наши корреспонденты не только побывали на митинги, но и разыскали жителей Крыма, которые рассказали, что изменилось на полуострове за последний год. Его наследие – достояние мировой науки. Собрание рукописей и материалов Леонида Романовича Козласова, в том числе содержащие уникальные сведения о Хакасии, передается в архив Российской Академии Наук. Новый год пришел. Хакасия встретила челпазы ярким и шумным праздником с участием делегаций со всех районов республики. И начнем мы выпуск с положения на Подсининской птицефабрике. Все идет к тому, что она закроется. По имеющимся данным, на предприятие больше не завозится. Цыплята, оставшийся по голове кур, просто идет на забой. Скорее всего, уже к середине апреля на фабрике ничего не останется. Правительство Хакасии делает попытки сохранить производственный комплекс, но им должны помочь и правоохранительные органы. Подсининская птицефабрика сегодня целый клубок проблем, главная из которых – бедственное финансовое положение. Предприятие банкрот, да еще с огромным долгом перед бюджетом – более 140 миллионов рублей. Коллектив более 300 человек опасается остаться без работы. Скоро производить станет нечего. 120 тысяч цыплят уже вывезли в Красноярск. Остальная живность идет на забой. Осталось для забоя дней на пять курица взрослая и 180 тысяч разного возраста птица, которая будет забита в течение месяца. И действительно, на мой взгляд, птицефабрика самая большая, к 20 апреля прекратит свою работу. Это заявление прозвучало на совещании в правительстве, которое состоялось на прошлой неделе. Сегодня уже озвучивается другое число – 15 апреля. Птицефабрика – объект пристального внимания всевозможных органов. На ней нарушается трудовой кодекс, то и дело бастуют рабочие, которым задерживается зарплата. Много вопросов и по инфраструктуре. Принадлежащее предприятию котельная была плохо подготовлена к зиме, из-за чего произошло несколько аварий. Кроме того, от очистных сооружений сибирской губернии зависит состояние водозаборов под Синим. Так что гибель птицефабрики грозит огромными проблемами для простых жителей села. Сегодня арендатор в лице фабрики практически этой темой не занимается. Через 15 дней он уйдет. Проблема для поселка станет и экологической катастрофой. Парадокс ситуации в том, что наладить диалог с владельцами птицефабрики было невозможно. Они находятся в Красноярске, игнорируют обращения властей и прокуратуры и избегают всяческих контактов с ними. На встречи в правительство приходят лишь местные управленцы, от которых решение вопроса практически не зависит. Экономическое и социальное значение предприятия для Хакасии, похоже, мало волнует его собственников. Единственное для них правильное решение – это продать. Нет. Это было бы не дорого. Конечно, это было бы здорово для вас. И вообще закрыть всю эту тему и отвязаться от нас. Фабрика выставлена на торги, которые с первой попытки не состоялись. Однако есть мнение, что главная цель собственников – не продать предприятие другим инвесторам, а довести его до полного банкротства и задешево скупить имущество. Помешать этому можно, если правоохранительные структуры заведут уголовное дело. Тем более, что повод для этого есть. 7 марта на котельной угля осталось всего на полдня. И если бы не вмешательство властей, она бы просто перестала работать. Подобное происходит не впервые. И каждый раз руководство фабрики находило оправдание. Теперь чиновники вынуждены перейти к реальным действиям. Было составлено заявление в органы Министерства внутренних дел, копия направленной прокуратуры. Прокуратура с просьбой возбудить уголовное дело по факту срыва отопительного перевода. Теперь все зависит от принципиальности правоохранительных структур. Тем более, что поводов для досконального разбора деятельности владельцев фабрики достаточно. Добавим, доследственную проверку также проводит Следственный комитет по факту неуплаты птицефабрикой налогов в местный бюджет. Испытывает финансовые проблемы и крупнейшая агропромышленная компания Хакасии «Мавр». Россельхозбанк требует от нее погасить кредит. Предварительное собеседование по делу состоялось в среду в Абаканском городском суде. Иск обращен сразу к нескольким структурам. Это агропромышленная компания «Мавр», торговый дом «Мавр», ООО, управляющая компания «Мавр» и, собственно, сам основатель группы Владимир Ромашов. Банк требует досрочно погасить кредит в размере более 100 миллионов рублей. Суд даже вынес решение о наложении обеспечительных мер на имущество компании и ее счета. Но потом это решение было отозвано. Ни одна из сторон никак не комментирует свои взаимоотношения. О непростом финансовом положении «Мавра» стала известна этой зимой. На предприятии были проблемы с выплатой зарплаты, а также произошло сокращение производства. В феврале Владимир Ромашов в интервью нашему телеканалу заявил, что в марте ожидает стабилизация ситуации. Так что трудности с погашением кредита вполне понятны, но пока не ясно, как предприятие будет решать проблему. Слушание дела начнется 1 апреля. Хакасское отделение общественного объединения предпринимателей «Деловая Россия» поднимает вопрос, наболевший для всех без исключения. В феврале предприятия малого и среднего бизнеса неприятно удивили счета за электроэнергию. С прошлой осени киловатт-час дорожает завидным постоянством, что заставляет деловое сообщество защищаться. Переговоры с чиновниками прошли в Госкомитете по тарифам и энергетике. И об итогах этой встречи, а также о настроениях среди предпринимателей, мы поговорили с известным в Абакане бизнесменом, с упредседателем регионального отделения «Деловой России» Олегом Говловским. Здравствуйте, Олег Борисович. Добрый день. Итак, давайте вначале обозначим проблему, насколько выросли тарифы для малого и среднего бизнеса, начиная с конца прошлого года. То есть, насколько эта проблема для вас серьезна? По нашей статистике, на примере нашей компании, тарифы февраля по отношению к январю выросли от 13 до 17%. В разных городах, к примеру, в Абакане для нас электроэнергия подорожала на 14%, в Черногорске на 17%. Как это все влияет на самочувствие бизнеса в республике, в Абакане? И много ли обращений вообще поступает в Хакаское отделение «Деловой России»? В кризисных условиях, как никогда, предприниматели очень чувствительны к любому повышению издержек, потому что всего три характеристики могут определить успешность бизнеса. Это его оборот, его добавленная стоимость и размер его издержек. И, к сожалению, в кризис, как всегда, происходит все три самых худших события. Падает товарооборот, падает маржинальность и растут издержки. Поэтому, конечно же, любое повышение издержек, а тем более такое существенное, наверное, для любого бизнеса, как стоимость электроэнергии, конечно же, не очень хорошо отражается на самочувствие бизнеса, я думаю, что любого бизнеса. В целом, помимо роста тарифов, какие еще риски сейчас чувствуют на себе предприниматели? Может, это как-то продолжается ситуация прошлого года, когда сильно подорожали у нас кредиты банковские, и резко изменился курс валют? Я бы назвал, наверное, несколько серьезных проблем. Первое, как я уже говорил, это падение потребительского спроса. Причем, фактически это происходит на всех фронтах, то есть падает и спрос населения на товары и услуги, падает спрос и возможности корпоративных компаний, и, конечно же, уменьшаются возможности государства. Поэтому по всем трем источникам поступления выручки мы теряем. Вторая серьезнейшая проблема, вы ее правильно обозначили, это резкое удорожание заемных средств. И сегодня большинство компаний, вместо того, чтобы думать о развитии, об инвестициях, к сожалению, вынуждены переориентироваться на максимальное снижение заложенности перед банками. На примере нашей компании могу сказать, что если мы каждый год запускали один или два инвестиционных проекта, то в этом году мы заканчиваем только единственный проект, начатый в прошлом году. И я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы делать не будем ничего, а будем только стараться снизить заложенность перед банками. Потому что при такой стоимости денег мы не сможем просто эти кредиты обслуживать. Если в 90-х годах при гиперинфляции, при наценках в 2-3 раза мы могли обслужить кредиты и подвести по 300% годовых, то сегодняшний в 20-25 уже является непосильной ножкой. Олег Борисович, наверное, в таких условиях кто-то все-таки не выдержит и закроет свой бизнес. Можно такое ожидать? Ну, закрываются и в тучные годы, поэтому на сегодняшний день все, конечно же, зависит от того, насколько этот бизнес правильный и грамотно организован. Очень сильно зависит ситуация в целом, в отрасли, в которой работает этот бизнес, потому что некоторые отрасли более чувствительные, к подобным изменениям какие-то менее чувствительные. И все, конечно, будет зависеть от общей экономической ситуации. Все будет сильно зависеть от курса валют национальных. Причем мы раньше, честно говоря, над этим не задумывались, а сейчас вынуждены, как компания, очень серьезно зависящая от импортных товаров, задумываться не только над тем, что валюта может подорожать, но и над тем, что она может подешеветь. Сегодня просто страшно иногда закупать продукцию, потому что завтра очень легко может произойти ситуация, при которой рубль просто станет дороже. И получается тогда у нас резкое выросло, опять же, издержки, потому что товар будет закуплен по высокому курсу валюты. Вот, давайте вернемся к теме тарифов, да, подорожавших тарифов на электроэнергию. Я знаю, что была инициирована встреча в госком тарифе «Энерго». Как она прошла и какое решение на ней было принято? Причем, как мне кажется, встреча прошла достаточно конструктивно и продуктивно. Мы выслушали точку зрения представителей энергососнабжающих организаций, она абсолютно понятна. И, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что на местах они ничего сделать не могут. Это политика центра. Мы выслушали точку зрения правительства республики Хакасия и с благодарностью восприняли те шаги и те меры, которые намерены предпринять. По крайней мере, было сказано о том, что за счет внутренних ресурсов и возможностей нашей республики февральское повышение и, возможно, мартовское удастся нивелировать. Или полностью, или частично. Но в любом случае, конечно же, без дальнейших шагов данную ситуацию исправить не удастся. Поэтому было принято решение, что наша организация «Деловая Россия» по своим каналам обратится в центральный аппарат, находясь в городе Москве, для того, чтобы это мнение было консолидировано с мнением предприятия из других регионов. И соответствующее обращение пошло на уровень правительства Российской Федерации. В то же время мы договорились продолжить консультации с правительством и Верховным Советом Республики Хакасия для выработки того комплекса мер, который мы можем принять на месте. Я думаю, что, скорее всего, это может вылиться в обращение Верховного Совета Республики Хакасия в Государственную Думу и к правительству Российской Федерации, для того, чтобы попытаться данной ситуации придать какое-то более реальное очертание. То есть опять все упирается в позицию государства на федеральном уровне? Не только в позицию государства, но и в то же время еще и в позицию его взгляды компаний, которые являются в основном поставщиками электроэнергии на рынок. Ну что ж, давайте будем надеяться, что государство найдет баланс между интересами монополии все-таки и интересами бизнеса. Будем надеяться. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Из официальной хроники. В ходе рабочей поездки в Москву Виктор Зимин встретился с министром финансов России Антоном Силуановым. Результат должен порадовать в первую очередь строителей Хакасии. Федеральное финансирование крупнейших строек в Абакане сохранится. За счет поддержки правительства России сегодня возводится новое здание краеведческого музея, хирургический корпус, перинатальный центр. Также планируется начать строительство детской республиканской больницы. У нас есть свои плюсы. Это очень важно в таких переговорах, когда территория показывает еще и динамику развития. И по строительству, и сельское хозяйство, и по промышленному росту, и то, что мы планируем, рост ВРП. Естественно, за этим стояла и защита еще наших интересов в части наших больших объектов. Это перинатального центра, музея, хирургического нашего корпуса, плюс детская республиканская больница нашей нового объекта. Правительственная делегация защитила и расходную часть республиканской казны, доказав необходимость затрат на социальное обеспечение населения. Кроме того, регион получит миллиард рублей, которые пойдут на замещение коммерческих кредитов бюджетными. Как отмечают в правительстве, получить деньги удалось не потому, что республика нуждается в спасении, а потому, что добилась значительных экономических успехов и впредь намерена развиваться, а не выживать. Приятную новость на этой неделе получили жители Абакана. Те, кто переплатил за тепло, получат свои деньги обратно. Речь идет о жильцах домов, в которых не установлены общедомовые теплощетчики. Именно для них в январе плата резко подорожала и, как установила жилинспекция, совершенно незаконно. Эта история особенно взволновала жителей соседнего Черногорска. Там люди не могут добиться перерасчета уже второй год. Его обязана произвести компания «Теплоресурс». Но до сих пор не сделала этого. Черногорцы ждут, и постепенно их терпению приходит конец. Мне уже надоело выслушать это все. И все говорят врут, и врут, и врут. Жители девятого поселка уже слышать не могут ни о перерасчете, ни о компании, которая должна его сделать. История тянется с 2013 года, когда прежний поставщик тепла обанкротился, а вместо него пришел теплоресурс и стал начислять плату не по приборам учета, а по нормативам. В итоге людям приходится платить за тепло не только в отопительный сезон, а круглый год. Но тогда зачем несколько лет назад государство тратило деньги на установку общедомовых счетчиков? Раз счетчик есть, так по счетчику и берите. А то эти нас берут, а не по счетчику. А как хотят, так и берут. Жилинспекция, Госкомтариф, Энерго, администрация Черногорска и даже уполномоченные по правам человека. Везде, куда обращались жители девятого поселка, ответ был один. Теплоресурс обязан сделать перерасчет. Но нет такого органа, приказу которого бы компания подчинилась. Им плевать на пенсионеров, на пожилых людей, на инвалидов. Им абсолютно плевать. Они взяли не так давно эти котельные в свои руки. Ну а все знают, ЖКХ – это скорейший способ обогащения. Спросишь Халявина, или лапа была до Халявина, можно к нему пройти? Его нету. Вот так вот, чтобы пройти к нему, бесполезно. Наши попытки встретиться с директором теплоресурса Александром Халявиным также потерпели неудачу. Несмотря на наши многочисленные звонки в приемное предприятие, связаться с его директором нам так и не удалось. Поэтому его мнение относительно того, почему до сих пор не сделан перерасчет за тепло, неизвестно. Зато известно о финансовых проблемах компании. На сегодня у нее немалый долг за электроэнергию и трудности с созданием нормативного запаса топлива. В условиях, когда каждая копейка на счету, вполне понятно нежелание коммунальщиков возвращать деньги потребителям. Между тем, способ заставить теплоресурс платить есть. В прошлом году прокуратура через суд добилась перерасчета для жильцов одного дома. Но защищать всех без исключения надзорники не могут. Только пенсионеров, инвалидов, многодетной семьи и других нуждающихся. Остальным же нужно не лениться и просто обратиться в суд. Ведь на кону немалые деньги. Допустим, по Умрихине, о которой мы обратились в суд, у нее корректировка 7 минус 7 тысяч. То есть она фактически 3-4 месяца не будет платить. А если они всем потребителям свою корректировку сделают, соответственно, у них вообще денег не будет. И они в эту позу встали. Вот обяжет нас суд или обяжет прокурор по конкретным домам. Вот им сделаем. Последнее обещание теплоресурса вернуть деньги в следующем месяце. Черногорцы готовы еще подождать, но терпение уже на исходе. В администрации же предпочитают пока не вмешиваться в перерасчетную историю. Между тем, она явно выходит за рамки обычного коммунального вопроса. Ведь тот, кто заставит несговорчивый теплоресурс все-таки вернуть деньги людям, может получить весомую поддержку черногорцев во время предстоящей предвыборной кампании. В эфире Вести Хакасия, события недели. И мы продолжаем говорить о том, чем запомнилась уходящая неделя. В среду республика отметила годовщину присоединения Крыма к России. На Первомайской площади прошел митинг и праздничный концерт. Анна Ахбашева не только слушала речи выступавших, но и нашла людей, которых крымская история коснулась лично. Даже промозглый ветер не остановил тысячи людей, которые пришли сегодня на Первомайскую площадь. Здесь не только жители Абакана, но и других районов и городов Хакасии. У всех еще в памяти события весны 2014-го, когда вся страна в едином порыве поддержала решение крымчан. И сегодня точно так же страна объединилась, чтобы отпраздновать годовщину воссоединения Крыма с Россией. Площадь заполнили триколоры и флаги организации предприятий. На сцене тоже без политики выступают только представители общественности и те, кто стал непосредственным свидетелем крымской весны. Это и артисты, и спортсмены. Именно они были в числе делегаций, которые первыми отправились на полуостров. Наши дзюдоисты приняли участие в международном турнире Кубок столицы Крыма, когда само его проведение стояло под вопросом. Когда спортсмены других стран Европы и Украины отказались от данного мероприятия, мы поддержали и протянули руку дружбы и помощи данной республики Крым. Среди тех, кто не мог не прийти на митинг, и Анна Осокина с мужем. Их реакция на происходящее несколько скромнее, без открытого ликования. Слишком свежи еще волнения за родных. В Крыму живет родная сестра. И все происходящее там сначала было личной трагедией, а потом и личным счастьем. Летом Анна побывала в Крыму и как никто знает, что действительно думают жители полуострова о воссоединении. Они очень счастливы. И не только они. Мы просто общались с людьми, когда были в Ялте, гуляли там и невольно просто интересовались, довольны ли люди. Вы знаете, вот ни одного человека не было, который бы недоволен. Они говорят, что наконец-то мы дома. За минувший год мало изменилось и отношение россиян к историческому событию. Последовавшие санкции и западный прессинг получили обратный эффект. Об этом говорят данные соцопросов. Это подтверждают и люди, пришедшие на митинг. Все, что сейчас происходит, это несправедливо. Наша страна этого не заслуживает. Даже по историческим фактам, если отследить такие моменты, то всегда наша страна становилась крепче именно в таких ситуациях. Мы всегда были родными. И это так здорово, что мы все теперь рядом, мы все теперь вместе. И нам не страшно ни нападки с Запада, ни что другое. Мы ничего не боимся. Потому что мы теперь вместе. Нас больше. И с нами сила. С каждым месяцем и с каждым этим мы все больше и больше убеждаемся в том, что мы впереди. Что наша Россия, наш Путин, мы с ним всегда. Заодно и он у нас молодец. Анна Ахпашева, Дмитрий Парахин, Игорь Брюханов. Вести Хакассия. События недели. Как изменилась жизнь в Крыму за минувший год? Об этом мы решили спросить у жительницы города Красноперекопск Елены Сычевской. Она была гражданкой Украины, а затем переехала в Абакан и получила российское гражданство. После того, как полуостров вошел в состав России, девушка вернулась домой. Мне нравится в этом городе. Хакассия, в общем. Только климат. Вот холодно очень. Около двух лет прожила Елена в столице Хакассии. За событиями на родине наблюдала отсюда. Когда полуостров вошел в состав России, девушка вернулась домой. Теперь у нее другая фамилия и новая жизнь. Елена устроилась в городской дворец культуры. И вот что она рассказала нам по скайпу о том, как изменился Крым за последний год. Каким вы нашли свой город после того, как сейчас произошли все эти изменения? Я стала абсолютно все напоминать, что Крым – это Россия. На каждом шагу сейчас можно увидеть плакарь, либо портрет Владимира Владимировича Путина. То, что бросается сразу в глаза. То, что везде, везде, везде все флаги-флаги. И крымчане очень этому рады, и радуются, и празднуют, и отмечают. То есть ни у кого отрицательных эмоций нет. Я так понимаю, что теперь у вас же в ходу там рубль. И, соответственно, цены каким-то образом изменились. С приходом референдума в Крым сразу после этого выросли зарплаты и поднялись в два раза. И пенсии тоже. То есть как обещали, так оно и было. Но с поднятием зарплат, соответственно, поднялись и цены на продукты, на одежду, на все остальное в три-четыре раза. Вот. Ну, хотя бензин и газ у нас подешевел приблизительно где-то на литр по 10 рублей. То есть намного дешевле стало, чем при Украине. Ну, люди как к этому относятся? Конечно, с пониманием. По крайней мере, это намного лучше, чем будут у нас над головами стрелять и воевать. А как вот сами жители Крыма? Они так и говорят про себя? Вот, россияне? Конечно, привыкают. Вот все говорят, что россияне с такой гордостью. Все, понимаете, нет такого, что там вот, а, я вот украинец и все, там какие-то там сепаратисты. А вообще, ну вот, как бы, флэнк так и остался. Там шо, ага, где вот украинские эти замашки, все-таки от нас они, мне кажется, никогда не уйдут. Как вы думаете, и что думают вообще ваши знакомые, друзья, да, жители Крыма? Какие перспективы сейчас открываются перед полуостровом, да, в связи с обхождением состав России? То есть на что люди надеются? Это тяжело сказать, потому что все-таки большинство людей считают, крымчан, что должно пройти время для реабилитации Крыма. Сейчас на этот вопрос ответить очень тяжело, потому что еще ничего, никакой стабильности у нас нет. У нас нет стабильности ни в зарплатах, ни в работе, ни в завтрашнем дне. Пока что все это, ну, ответа нет на этот вопрос. Я не знаю. Как прошел праздник 18 марта? Как вы лично его отметили? Что делали? Лично я его отметила, конечно же, на работе, потому что у нас выходных, как бы, ну, нет таких. Вот, а так у нас проходил митинг 18 числа. 16 числа у нас был большой концерт, вот, салют, посвященный присоединению Крыма к России. Народ гулял, гуляния тут всенародные, Крым там отмечали. Все хорошо, все круто. Ну что ж, спасибо вам, Лена, за интервью. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, и чтобы все у вас было хорошо. Не забывайте про нас. Спасибо, не забываем. А сейчас наша рубрика «Герои Победы» и очередной рассказ ветерана. Павел Петрович Писаренко из села Чапаева едва не погиб на войне, но выжил и даже принял участие в параде на Красной площади в Москве. Слушаем его историю Победы. У нас полк 111, может, такой полк. И мы все прошли, очистили, Украину очистили, Белоруссию очистили. От Белоруссии до Германии очищали все это. И сколько погибло у нас, ну и много погибло, я не знаю, сколько погибло уже. Бои были такие, что это было страшно. Когда немцы налетели, два самолета на нас, вот, и командир полка, ложитесь, мы полегали, а я так посередке лег. А друзья были. Один из Новосибирска было, один из Красноярска. Я говорю, Санька, вставай, я говорю, это, молчить. Гляну, Куравина. Второго, Николаю, вставай, молчить, вставай. Тоже гляну, ягнули. А я посередке лежал. Я живой остался. Я говорю, поднимайтесь, я поднялся. Это, гляну, эти самолеты раз залетели, два залетели и улетели. Сколько людей погибло, сколько женщин погибло, детей. Это была деревня Усова в Брянском. Вся деревня была уже разбитая, вся разравленная. Дед пробегал, директор школы был. И так, и так. Немцы собрали рядатишек, 12 рядатишек. И немцы в колодец покидали рядатишек. Я лазил в колодец, вытаскивали мужчин. Гранатом ямы выкопали. И дед, говорю, ой, внук, он еще не хоронили, умер. Ой, горе, сколько было в душе, переживали. Молоденьким мы были еще. Мы Берлин брали. Но когда шли в наши войска, впереди было знамя, несли. Мы в Берлине, когда взяли рестак. Вот так писали на стенах. Фамилию свою, участник войны, где был. Впереди знамя несли, кричали. Веси плакали. День победы. Парад был, я участвовал. На параде в строю. По второму ряду я вшел. Парад прошли мы. Когда подходили, за ручку здоровались. Сталин был, Рокоссовский был, Каганович, Жуков. Много было народа. Люди радовались. Архив Леонида Романовича Кызласова будет передан в научно-отраслевой архив Российской академии наук. Об этом в нашей программе сообщил его сын, доктор исторических наук Игорь Кызласов. Нет смысла говорить о ценности письменного наследия Леонида Романовича. Полевые отчеты с экспедицией, опубликованные и неопубликованные рукописи, переписка. Все это – огромное поле работы как для ученых, так и для тех, кто решит исследовать жизнь и научную работу самого Кызласова. Он оставил после себя труды не только по археологии, но и по этнографии, а также множество фотографий, часть из которых запечатлены еще старым способом на стеклянных пластинах. И на тех снимках есть уникальные кадры Хакасии 60-70-х годов прошлого века. Кроме того, Леонид Романович писал стихи, и это совершенно отдельная тема для разговора. Все это наследие хранилось у него дома. Конечно, наши музейщики хотели бы перевести рукописи Кызласова к себе, но сбыться этому не суждено. Собрание Леонида Романовича представляет интерес не только для Хакасии, но и для всей России и стран СНГ. Поэтому храниться материалы будут в Научно-отраслевом архиве Российской Академии Наук, где они более доступны для исследователей. Уже известен номер фонда 37. Передано 30 дел, осталось еще 400. Ну а маленькая Хакасия может гордиться тем, какого большого ученого она дала советской и мировой науке. Челпазы наступил. Хакасский Новый год накануне отметили на городском ипподроме. Чем запомнился праздник, расскажет Мария Добрынина. Встреча Нового года весной, а не зимой связана с древними представлениями о цикличности времен, согласно которым год рождается, живет и умирает со сменой сезонов. Зима – довольно непростое время для кочевых народов. Изнурительный холод, ветер и нехватка корма для животных заставляла и людей сидеть на продовольственной диете. Поэтому с приходом весны начиналась новая жизнь, рождался Новый год. С легенды о войне зимы и лета и начался праздник. Зрители увидели настоящий шаманский танец, рассказывающий о победе воинов тепла и солнца над темными силами зимы. Теперь на хакасскую землю вернутся птицы и взойдет новое солнце. Первым поздравил земляков с таким замечательным праздником Виктор Зимин. Дорогие земляки, поздравляю всех жителей и гостей Хакасии со светлым весенним праздником Челпазы. И пусть хакасский Новый год принесет каждому из нас уверенность в завтрашнем дне, достижение самых смелых целей и выполнение всех добрых замыслов. Отпраздновать любимый национальный праздник собрались сотни людей. Это гости и творческие коллективы, а также представители районов республики. Последние на праздник приехали не с пустыми руками. Каждый привез с собой особенное национальное блюдо и напитки. Попробовать кулинарные изыски в этом году смогли все желающие бесплатно. В пузылах делается, это будем говорить, ну по-другому, ну типа дагейского сыра, только он у них солоноватый, а здесь нету соли. Еда на празднике имеет особый смысл. Именно сейчас, по легенде, духи, которые покинули землю осенью, спускаются с небес. Поэтому людям необходимо подготовиться к их встрече. В старину в юртах наводили порядок, надевали новые платья и дарили друг другу подарки. А главное, в этот день у людей было только праздничное настроение. Всем здоровья, и чтоб столько же мяса ростили всегда, сколь сегодня продуктов, молодцы. Прямо хорошо, что мы здесь живем. С Новым годом, счастья, здоровья. Да, самое главное, здоровья, остальное все прибудется. Счастья, успехов и вам всех с праздником. Всем удачи, здоровья желаем. И еще раз всех с Новым годом. Весна – время обновления, и пусть в вашей жизни все перемены будут только к лучшему. На этом я прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова